Председатель кабинета министров Акалбек Джапаров принял участие в церемонии открытия вновь введенной в эксплуатацию средней школы имени 70-летия октября в Карасуйском районе. Глава Кабмина поздравил учеников и учителя с днём знаний и выразил надежду на дальнейший рост в сфере образования. Финансирование сектора образования в этом году составило 60,9 миллиардов сомов. Это на 23 миллиарда больше, чем в прошлом году. В этом году мы начали строительство 204 школ. К концу года будет завершено 100 школ. В течение 2-3 лет на месте аварийных школ возведут новые. Школа – это второй дом каждого ученика. Новая школа – лучшая орда для будущего молодого поколения. Председатель Кабмина ознакомился с качеством строительных работ. В школе есть отдельный котёл, водопровод с питьевой водой и система отопления. В 2015 году на строительство школ со спортивным залом из республиканского бюджета был выделен 91 миллионов сомов. Вдолжение вчерашнего праздника – Дня независимости. У нас и сегодня праздник. Открылась школа, которую мы ждали 10 лет. Первоклашки переступили порог новой школы. Робким, но уверенным шагом дети открыли дверь в мир знаний. Теперь их судьба и будущее в руках учителей. Встала в 7 утра, позавтракала, а потом вместе с мамой пришли в школу. Нашему счастью нет предела. 10 лет учился в старой школе, и мы рады, что выпускной класс закончится в новой школе. В будущем мы будем служить родине. Устроилась учителем в эту школу в этом году. Я очень взволнована. Конечно, в такой школе с такими условиями я буду стараться воспитывать детей, давать им лучшие знания. В то время, как со стороны государства создаются благоприятные условия, председатель кабинета министров отметил важность обеспечения достойного образования будущему поколению на мероприятии открытия дополнительного образовательного корпуса на 500 мест 27-й средней школы города Аша. По словам главы Кабмина, с этого учебного года будет увеличена заработная оплата директоров школ и их заместителей по воспитательной работе. Следующая задача будет направлена на качество образования. Наибольшим спросом пользуется профессия учителя. По информации министерства, на одно место приходится 6 человек. Поэтому у нас есть талантливые люди, которые успешно окончили институты и хотят стать учителями. Мы пытаемся создать для них условия. Школа имени Шопокова Зергерская сельская управа Сгенского района была построена в особых условиях и сдана в эксплуатацию. В школе, рассчитанной на 225 учеников, имеется спортивный зал, отдельная кухня, пожарный резервуар, емкостью 100 кубических метров, спортивная площадка для игр в футбол, волейбол и баскетбол. Строительство объекта началось в 2020 году за счет средств республиканского бюджета. Стоимость составила 57 миллионов сомов. К дню знаний в Орской области сданы в эксплуатацию пять новых типовых средних школ. Порог первого класса перешагнули более 26 тысяч детей. В заботе о будущем поколении не остались в стороне и дошкольники. Председатель кабинета министров перерезал красную ленточку детского сада Бюбюк в селе Онадыр. Этот детский сад нашему селу очень нужен. Спасибо государству. Пусть вырастут сыновья и дочери и принесут пользу государству. В рамках рабочей поездки в Ож председатель кабинета министров ознакомился с вновь построенным административным зданием Ожского предприятия электрических сетей. Оно будет способствовать надежному обеспечению электроэнергии населенных пунктов города Ож и прилегающему к нему Карасуйского района улучшению качества обслуживания. Даяна Джумабекова, Нуркамиля Санов, Аллато, 24, Ожская область.